SCP-2133 Описание SCP-2133 представляет собой безымянную деревню на Северном Урале, которую населяет около 50 субъектов, при этом точное число определить затруднительно. В пределах SCP-2133 в непосредственной близости были обнаружены многочисленные патогенные микроорганизмы, в том числе и ранее неизвестные. В частности, возбудители проказа, возбудители чумы в легочной септической бубонной формах, вирус гриппа АБИЦ, вирус холера, возбудитель оспы. В ней SCP-2133 скоренен к 1975 году. Жители SCP-2133, далее обозначенные как SCP-2133-1, обладают относительной устойчивостью к болезням, хотя симптомы развиваются у них типично для того или иного заболевания и приводят к физическим уродствам и истощению. Случаи летального исхода сравнительно редки. Тироадин не хотят, либо не могут покинуть SCP. Генетический анализ свидетельствует о значительном имбридинге, хотя за все время содержания тироадин их полового размножения ни разу не наблюдалось. Предполагается, что заболевания являются симптомами их первичной аномалии и не аномальны сами по себе. Наиболее примечательная аномалия, связанная с тироадин, представляет собой некую форму реинкарнации. Скончавшиеся особи быстро разлагаются, а в первую ночь новолуния их собирают спали в виде младенцев. Тироадин сохраняет воспоминания и внешний вид предыдущих воплощений. В образцах почвы с полей была обнаружена эмбриональная жидкость. Тироадин говорят на архаичном диалекте русского языка. Периодически они соглашаются давать интервью, но обычно отказываются раскрывать существенные подробности своей истории и традиций. Они ведут образ жизни крепостных крестьян из 16 века и крайне отрицательно относятся к современным технологиям и электронным устройствам. Кроме того, они поголовно неграмотны. В деревне отсутствуют какие-либо книги и другие письменные документы. Все сведения об их культуре и верованиях получены из наблюдений за их поведением, а также из ограниченного числа успешных интервью. Тироадин называет свою религию церковью Красной Жатвы, доктрина и мифология которой пока плохо изучены. Тироадин склонны игнорировать персонал фонда и проявляют враждебность, только если что-то мешает их жизненному распорядку. Сотрудники могут входить в здание и исследовать их, не вызывая ответной реакции со стороны тироадин. Единственным известным исключением является церковь. Все попытки получить доступ к церкви закончились ожесточенными столкновениями с тироадин и тироадин, в результате чего несколько сотрудников погибло из-за повреждения защитного оборудования, или, как в случае с тироадином, удушение колотерванных ран. Тироадин – это расположенные по всей территории SCP хватательные органические щупальцевидные структуры, темно-красного цвета. Тироадин приходит в движение только когда пропускают особей тироадин в церковь, которые эти структуры полностью покрывают, либо когда атакуют персонал фонда, пытающиеся проникнуть в данную церковь. Образцы ткани тироадин генетически идентичны между собой и имеют близкое сходство с человеческими. Тироадин – от рассвета до заката работают в поле. На закате все тироадин собираются в церкви, по-видимому складывая там на хранение собранный в течение дня урожай, и находятся там в течение примерно трех часов, после чего расходятся по домам. До рассвета они спят, а на утро весь процесс повторяется снова. За все время содержания SCP в ходе данной процедуры ни разу не наблюдалось каких-либо существенных отклонений. Кроме того, было замечено, что особи тироадин часто бесцельно смотрят в одну точку в течение около двух часов. Занимаются самостоятельной ампутацией гангренозных конечностей и опухолевых наростов, которые затем относят в церковь, и периодически что-то бессвязно бормочут. Следует отметить, что деревенские поля используются не только в вышеописанном аномальном процессе реинкарнации, но и для выращивания репа. Трупы людей, не относящиеся к числу тироадин, не подвергаются аномальной регенерации. Исследование фекального материала осупи тироадин предполагает диету с высоким содержанием белка, хотя единственным очевидным источником их пищи является репа. SCP-2133 был обнаружен и поставлен на содержание 03.10.1936 года отделом ПЭГРУ. После распада СССР в 1991 году контроль был передан фонду. Архивные документы свидетельствуют о том, что отделу ПЭС стало известно об SCP после крупной эпидемии в этом регионе. Несколько деревень были помещены под карантин. Для локализации исследований SCP-2133 были созданы надлежащие процедуры. Предполагается, что эпидемия началась, когда с SCP-2133 проконтактировала группа разведки. Эти геологи, очевидно, скончались, но перед этим успели непреднамеренно вызвать эпидемию, контактируя с жителями населенных пунктов по пути на юг. Интервью номер 1 от 14.06.92. Опрашиваемый. SCP-1.10. Аристарх. Выглядит как пожилой мужчина. Левая рука отсутствует. Большая часть эпидермиса подверглась некрозу. Опрашивающий. Доктор Джудит Лоу. Предисловие. Первое успешное интервью с особьи-1. Ведется на русском. Начало протокола. Доктор. Здравствуйте, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Тире-1-10. Говори свои слова. Доктор. Когда это началось? Насколько давно вы помните? Тире-10. Это было время царей и ханов. Доктор. Ваше состояние это больно? Тире-10. Боль. Да, тяга-то учит. Выдирает грех из наших тел. Готовит нас для рая. Но рая все не наступает. Доктор. Это перерождение, которому подвергаются ваши люди. Вы можете мне это объяснить? Тире-10. Это церковь красной жатвы. Мы будем служить до конца. Таков уговор. Доктор. Эти умершие исцеляются? Или это совершенно новые тела? Тире-10. Дракон сражает себя. Женится на себе. Обладотворяет себя. Она так учила нас. Завет не должен быть нарушен. Нас пожирают. И земля извергает нас обновленными. Доктор. Зачем вы продолжаете делать это, если очевидно, что вы страдаете? Тире-10. Нет выбора. Земля зовет. Мы отвечаем. Ничего никогда не меняется. Доктор. Позвольте мне перефразировать вопрос. Как вы оказались в таком состоянии? Тире-10. Жрица пришла в нашу деревню. Это было много смертей назад. Она предложила нам место в раю, если мы будем служить до конца. Она сказала, что конец скоро наступит. Но прошло уже столько времени. Мы очень устали. Не от ли это? Мы как-то прогневали великого. Зима за зимою. Мы пытались считать. Но их слишком много. Про нас забыли? Нет. Прочь сомнения. Церковь Красной Жатвы. Есть истина. Конец протокола. Замечание. Субъект тихо заплакал и отказался продолжать. Взят и доставлен для анализа образец почвы с полей. Интервью номер 2 от 16.07.92. Опрашиваемый. SCP-2133-1-26. Аня. Выглядит как девочка 6 или 8 лет. Опрашивающий. Доктор Джудит Лоу. Предисловие. Второе успешное интервью со Субью-1. Ведется на русском. Начало протокола. Доктор. Привет. Мы не причиним вам вреда. Можешь рассказать нам о вашей общине? Тире 26. Вам здесь не место. Уходите. Доктор Лоу. Я боюсь. Это то, чего мы не можем сделать. Ты, похоже, чем-то болеешь. Мы можем тебя вылечить, если ты нам поможешь. Тире 26. Вы не заключали завета. Вам никогда не понять. Доктор Лоу. Я пытаюсь понять. Пожалуйста, о каком завете идет речь? Тире 26. Договор, подписанный кровью. Наше искупление. Наше проклятие. Мы служим до скончания всего. Доктор Лоу. Можешь рассказать о своей вере? Тире 26. Верят неуверенные. Верят посторонние. Язычники, которые пренебрегают старыми путями. Мы знаем. Доктор Лоу. Тогда можешь рассказать мне что-нибудь по поводу церкви? Туда носят пищу. Но мы никогда не видели, чтобы ее оттуда выносили. У вас там общинные трапезы, так ведь? Тире 26. Не надо за нами следить. Вы никогда не поймете. Это земля, куда боги ржавчины и крови приходят умирать. Доктор Лоу. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Тире 26. Тоном напоминающим раздражение. Церковь была здесь задолго до деревни. Каменная церковь под землей, она священна. Над ней еретики построили деревянную церковь. Задолго до того, как мы приняли истинную веру. Вразуми вас, корцы, сталка. Вы живы только потому, что она решила позволить вам жить. Доктор Лоу. А кому вы поклоняетесь? Ты говоришь о каком-то божестве или... Тире 26. Перебивает. Отец наш бессмертный. Отец колдун святилища. Вам не познать его любовь. Уйдите. Церковь красной жатвы не для вашего рода. Доктор Лоу. Пожалуйста, потерпи. Остается всего один вопрос. У вашей деревни есть какое-либо название? SCP-2133-1-26 рвет черной вязкой жидкостью. Доктор Лоу. Я поговорю по поводу оказания тебе медицинской помощи. Мы пообщаемся еще раз, когда твое состояние улучшится. Конец протокола. Заключение. Нам удалось достичь куда большего успеха, чем предполагалось изначально. Собран и доставлен для анализа образец рвотных масс. Следует провести исследование и сопоставить все сказанное Тире 26 с данными об известных религиях и культурных традициях. В этих краях часто происходило зарождение и развитие неортодоксальных религиозных течений. Я настоятельно рекомендую начать операцию по проникновению в церковь. С населением Тире 1 фонд должен справиться без особых трудностей. Экспедиция. Мобильно-оперативная группа Бета-7 «Шляпные болванчики» смогла сломить сопротивление SCP-2133 без потери среди оперативников фонда или особей Тире 1. Развед-команда состоит из 12 оперативников МОК Бета-7, оснащенных радиосистемами, видеокамерами, биозащитными костюмами типа В и баллонами с запасом воздуха на 3 часа. Щупальца Тире 2 удалось отпугнуть с помощью огня, и они скрылись в почве. В церкви было обнаружено несколько идолов из костей и кожи, а также органические образования, позже идентифицированные как опухолевые массы, подвешенные на железных крюках и прикованные к полу. В центре здания обнаружена большая расщелина, ведущая в систему пещер по SCP-2133, расходящаяся в ближайшие горы. Примерно через 20 минут разведки МОК Бета-7 обнаружило несколько организмов, обозначенных как SCP-2133-3, ввиду их размеров и нежелания выходить. Потребовалось устранить одну особь Тире 3 и извлечь ее для аутопсии. Отчет о вскрытии Вес 181 кг Рост 270 см Возраст неизвестен Причина смерти – травма головы Содержимое желудка Турнепс Детали У субъекта наблюдается в разрастании жировой и костной ткани, а также значительная физическая реконфигурация. Органы разбухшие. На плоти имеются признаки неоднократного разрезания и регенерации. Возможно, выращиваются для получения мяса. В эпидермисе левой передней конечности видна буква П на фоне скрещенного серпа и молота. Типичная татуировка оперативников ныне не существующего отдела П-ГРУ. Сдав на хранение тело особи Тире 3, экспедиционная группа заменила свои баллоны с воздухом и вернулась к выполнению задания. Примерно через 50 минут исследования, прошедших без происшествий, видео и радиосвязь внезапно оборвалась без каких-либо признаков борьбы. Радиосвязь восстановилась примерно через 6 часов тишины. Видеосвязь не восстановилась вообще. Стенограмма аудиозаписи Доктор Фильзерштейн Меня кто-нибудь слышит? Боже, ответьте кто-нибудь. Штаб зоны. Фильзерштейн. Мы потеряли вас несколько часов назад. Где Майрос? Требуется обновление статуса. Доктор. Погиб он. По-моему, я уже некоторое время тут один. Все пошли наперекосяк. Все погибли. Или ушли. Был какой-то крик. Ну или что-то громкое. У меня аж кости завибрировали. Брикс. О боже, боже. Его что-то схватило. Мы пытались вытащить его. Похоже на... Я не знаю. Оно было длинное. Не знаю, насколько длинное и скользкое и... Тяжело дышит. Я видел, как взрослого мужика втянуло в маленькую нору. Шепчет. Я трус. Я бросил их ям. Штаб зоны. Они были подготовлены к боевым действиям. Вы не были. Вы сделали то, что должны были сделать. Есть предположение, где вы находитесь. Мы пришлем подкрепление. Доктор. Нет, о боже, пожалуйста, нет. Я уже ходячий труп. Я упал в расщелину. Кажется, сломал лодыжку. Костюм порвался и воздух. От него легкие горят. Наверное, я уже подхватил все болячки, которые были в этой сраной заднице. Штаб зоны. Попробуйте выбраться. Сделайте так, чтобы другие умерли не напрасно. Вы все еще можете доставить нам данные. Дать нам лучшее понимание угрозы. Доктор. Да, я им обязан многим. Так же, попробую. Ладно, раз, два, три. Слышно бормотание. Блин. Штаб зоны. Доложите обстановку. Доктор. Одновременно плачет и смеется. Провалился еще глубже. Слишком много слюзи. Слишком гладкая, чтобы цепляться. Сейчас соскользну дальше, и меня там раздавит. Звук борьбы. Тяжелое дыхание. Треск и судорожный вздох. Освободился. Не чувствую ног. Все остальное болит чертовски, но освободился. Штаб зоны. Что видите? Доктор. Мне ведь и так здесь помирать, верно? Я... Я на краю какой-то пропасти. Не вижу дна. Это место ведет глубоко. Наверное, внутрь горы или под гору. Запах гнилостный. Глаза, кожа, все горит. Наверное, от этой слюзы. Как будто шелк втирает в открытую рану. Штаб зоны. Хорошо, что вы в состоянии оставаться относительно спокойным. Есть шанс, что мы вытащим вас оттуда. Доктор. Я никогда такой боли не чувствовал. Никогда не был так близко к смерти. Хотя уже нечего терять. Так что нечего и бояться. Но больно от этого меньше не становится. Штаб зоны. Нам тут докладывают о приближении противника. Похоже, мы тут не всех-1 на содержание поставили. Ничего особенного, разберемся. Доктор. Я буду тогда ползти, отправлюсь туда. Все равно у меня шансов нет. Буду говорить, что вижу. Может быть, будет достаточно, чтобы убедить О5 выжечь это место. Штаб зоны. Наверху все плохо. К нам с гор приближаются сотни предполагаемых-1. Мы эвакуируемся. Остаемся на связи. Все записывается. Описывайте, что вы видите. Мы вернемся с подкреплением. Доктор. Понял. У меня свои приказы, у вас свои. С Богом катитесь к черту. Штаб зоны. Я... Мне очень жаль. Мы понятия не имели. Доктор. Вы выполняете приказ. Штаб зоны остается на связи, несмотря на эвакуацию. Запись продолжается. 5 минут слышно тяжелое дыхание. А также кашель и рвоту. Я спустился в пропасть. Кашель и рвота. Густой желтый туман. Камень деформированный и пористый, как внутри улья. Больше ничего не наблюдаю. Не думаю, что у меня много времени. Тут яйца. Сотни, тысячи, а может и больше. Пола не видно. Я вижу бугры мяса. Там существа примерно. Кашель. Примерно с кошку размером. Кормятся. У них тела, как у гусениц. А лица примерно, как у человеческого младенца. И примерно такого же размера. Они меня не замечают. Кашель. Или может быть я им просто безразличен. Не могу смотреть больше на эти лица. Слишком похоже на человеческие. Слишком похоже. Тут какое-то сооружение, похоже на храм. Архитектура ни на что не похожа из того, что я видел. Оно черное. Сильный кашель. Отшлифован до остроты. Углы. На углы больно смотреть. Неправильное. Почему я до сих пор двигаюсь? Почему? Истеричный смех. А, это меня тащит. Корни, щупальца, усики. Что они там? Схватили меня. У меня все совсем онемело. Даже не заметил. Слышен плач. Эти газы слизь. Кровотечение сильное. Я вижу. Просто кровавый след. Просто даже не. Почему? Они не разорвали меня на части. Почему? Убивайте меня. Умоляюще. Убейте меня уже и дело с концом. Бешеные вопли и неразборчивое бормотание. Тут их еще больше. Крестьяне еще более грязные. Но не такие, как те. Нехилые, неслабые. Они сильные. Они следят за мной. Они смотрят, как я валяюсь. Пиалятся на меня своими мертвыми зенками. Пошли вы все. Пошли вы все. Я не могу. Я не могу дышать. Я не могу чувствовать. Склипывает. Чего она хочет? Ангел. Я вижу ангела. Он обнимает меня своими тысячами крыльев. Такая красивая. Такая. Она несет меня к своей. К своей обнаженной груди. Статические помехи. Я. Я. Шорох. Очевидно удаляется защитный костюм вместе со встроенной рацией. Соединение прервано. Конец протокола.